Доброе утро, Макс. Ты долго спал. Доброе утро. Собственно, всем в хайк, друзья. С вами снова я, Деска, и мы продолжаем. Так, проснулся, уже хорошо. Макс, еда готова. Садись кушать. Я вылез из спальника и, ополоснув лицо в реке, вернулся к лике, уже накрывшей нам поляну. Не успел я подумать, что Хамки куда-то делся, как он вальяжным шагом вышел из-за дерева, сияя улыбкой во все свои бледно-фиолетовые зубы. Макс, сегодня отличный денек. Ужин был вкусным, а мой организм работает как часы. Эм, что ты имеешь в виду? Я переварил полученную пищу и провел великолепный акт дефекации. Это было бесподобно. Хочешь, кучку покажу? Что? Ты кайфуешь от того, что просто посрал и предлагаешь мне полюбоваться твоим дерьмом? Макс, я бы посмотрел на тебя после голодовки длиной в несколько миллионов лет. Конечно, для тебя это повседневная необходимость, и ты бы просто помер, но я был лишен радости вкушать пищу очень долгое время. Хамки, ты ужасен. Ну, что у нас на обед? С чего ты решил, что я буду тебя кормить? Ну, кушать хочется. Вот бочка бездонная. Странно слышать, это от существа, журущего по несколько раз в день, и без этого отбрасывающего копыта. Эм, Макс, а ты уверен, что стоит так грубо обращаться с Саланганом? Я не вправе вмешиваться в отношении высших существ. Но разве ты его глаз можешь возражать ему? Черт, я совсем забыл, что с этим фиолетовым созданием диалог нужно вести мысленно. Макс, ну кушать-то дашь? Ты права, не стоит с ним препираться про себя. И кормить тоже. Отказать лиги. Мы с Ликой быстро поели и двинулись в путь. Хамки хоть и расстроился, но в этот раз слишком долго корчить обиженного не стал. Вновь забравшись мне на плечо вполне благодушным видом. Лика, пока он жрет мои продукты, я имею полное право крыть его, на чем свет стоит. Покормить Хамки. Мы с Ликой сели на траву. Хамки же, получив плитку шоколада, расположился прямо на импровизированной скатерти. Не скажу, что он ел особо аккуратно, то и дело лапами задевая наши продукты. Странно, но Лика, кажется, не замечала этого. Как и вчера, ей потребовалось особое приглашение, чтобы прикоснуться к еде. И это при том, что на скатерти красовались не только лепешки, но и четыре аппетитно пахнущих окорыка. Неизвестного мне зверя. Значит, Лика успела кого-то поймать и зажарить? Хм, мне аж слюни выступили. Теперь понятно, почему мне перед пробуждением снилось, что я с друзьями выбрался на шашлык. Ммм, такой аромат в воздухе висит. Лика, ты чудо! Я и не мечтал увидеть на завтрак свежее мясо! Я с утра загнала мясюка и пожарила его на костре неподалеку отсюда. Тебе ведь не мешал дым? Нет, что ты больше скажу. Мне под этот аромат еще и сон замечательный приснился. Ты умница, спасибо! Рада, что тебе понравилось. Я очень старалась. В этот момент Хамки, протянувшись за очередной плиткой шоколада, сделал шаг вперед, оступился и, задев лапой края, открытые специально для него банки тушенки, неуклюже пошатнулся и схватился за крышку, которая тут же спружинила, влепившись ему в морду. Хамки, кончай плясать на столе. Лика, ты видишь, что творится на скатерти? Ну... Там стоит наша еда. Эм, Хамки, ладно, Лика не видит и не слышит тебя самого, но сейчас ты разнес нам весь натюрморт, а она и глазом не моргнула. Как это понимать? Очень просто. Вчера я еще сказал, сильный псифон. И становится все сильнее. Настолько, что для нее он меняет реальность, и она не видит последствий моих действий. Для нее продукты стоят неподвижно. Когда она отвернется или отвлечется, картина поменяется на то, что есть на самом деле. Не забивай голову, лучше подай бурдюк с водой. Я с трудом доел огромный мясной округ, который вручила мне Лика, а Хамки каким-то образом побил свой вчерашний рекорд. Утром бавав в себя не только две плитки шоколада, но и банку тушенки, под конец заев это все печеньем. Я намекнул его, что сухпайки не бесконечные, но он, забив еду за обе щеки, выдал только «пока есть, буду есть», после чего продолжил обжираловку. Идем. Лика, когда будешь выбирать дорогу, не забывай, что лучше навстречать поменьше местных. Не шибко они тут дружелюбные, а я хоть и солдат, но убивать не люблю. Конечно, Макс. Мы пойдем с самой безопасной дорогой. Пока мы шли, я прислушивался к своим ощущениям. Вчерашняя слабость полностью исчезла, длительный сон и сытный завтрак в буквальном смысле поставили меня на ноги. Солнце было уже в зените, и я лег на закате. Получается, проспала я минимум 13 часов. Ну, спешить мне теперь все равно некуда. Лика, а что это за мисюк такой, которого ты приготовила? И если мы съели только окорочка, то где остальная туша? Это круглые восьмилапые создания. Они очень быстро бегают, так что в основном на них охотятся у Мари. Зелерицам поймать или подстрелить их чаще всего не под силу. Мисюка можно съесть и целиком, но для нас это не имеет смысла, ведь самое вкусное у них именно ноги. Не боишься, что наш путь смогут отследить поброшенные туши или костру? Да и вообще, как ты, охотница, можешь разбрасываться добычей? Меня бы жаба задавила. Мне охотца дается легко, так что я не экономлю мясо и обычно не беру с собой остатки. Ты напрасно волнуешься за следы. Стоит нам отойти, как туши сгрызут налетевшие попечатки. А костром тут никого не удивишь. Приматы разводят их где ни попадя, от чего в лесу случаются пожары. К счастью, огонь всегда очень быстро тухнет. Что? Быстро гаснущий лесной пожар? Это ж какой-то бред. А... А попечатки это кто? Крупные плотоядные бабочки. Они чуют кровь, так что если чуть замешкаешься, придется их палкой от добычи отгонять. Но это вряд ли поможет, и что не успел забрать, уже им достается. Итак, попечатка одной из немногих существ, кому исчезнувшие небесные этажи и возвращение природного спектра пошло на пользу. За прошедшее с тех пор время мелкие бабочки-однодневки мутировали, обзавелись полноценной пищеварительной системой и зубами, а заодно подросли до размера жирного воробья. Попечатки ночные существа, и охотятся они в темное время суток. В момент укуса попечатки в тело жертвы впрыскивается токсин, действующий как местный анестетик, в результате чего заспавшийся в лесу зрелиец рискует проснуться и обнаружить, что некоторая его часть, пусть и не очень большая, но уже съедена. Но прихлопнуть попечатку не самая простая задача. Имеющие крылья, как у земной капустницы, по маневренности эти твари могут посоперничать с истребителем. Этот эффект достигается тем, что напуганная попечатка резко выбрасывает все скопившиеся в кишечнике газы и остатки пищи. Подобно реактивного заряда хватает на считанные секунды, но он позволяет ей избежать гибели. Вот такие вот попечатки. Но не переживай, у нас всегда будет свежее мясо. Ведь я одна из лучших охотниц теократии у Мари. Ну, мне так кажется. Под конец она помрачнела, будто вспомнила что-то неприятное. Что-то не так? Нет, все в порядке. Брось, я же вижу, что ты расстроилась, когда сказала об этом. Все в порядке, Макс. Мои проблемы недостойны твоего внимания. Без этого я не смогу никак помочь тебе. Ну, раз тебе это в самом деле интересно. Мама говорила, что мой отец один из сильнейших представителей у Мари. К тому же он имел волосы божественного розового цвета. Как и большинство внебрачных детей, я никогда не видела своего отца. Но мои волосы – лучшее доказательство правдивости маминых слов. Я люблю розовый, поэтому выбрал его для фоностереограммы и ее постамента. Видимо, поэтому они обожествляют его. Доставшиеся от папы сила и волосы божественного цвета стали моим проклятием. Мама говорила, что все завидовали мне из-за цвета волос. Ведь для у Мари родиться розоволосый – признак благословения Салангана. Но Верховная Жрица не узнала обо мне. Стражницы под угрозой расправы выгнали нас с мамой из города. Со мной на руках ей нигде не были рады. Пристанище она нашла лишь на самой окраине теократии. В глухой расщелине, где я и выросла. Мама не стала восемь лет назад. Проклятие не обошло и ее. Я же осталась жить в нашей пещере. Мне и впрямь не стоит соваться в столицу. Каждый раз, когда я там появляюсь, ловлю косые взгляды и шипения в спину. Но с тобой, Макс, и Саланган и Мхамки, я смогу вернуться в свой... в мамин дом в городе на правах хозяйки. Я не понимаю. Ты говоришь о благословении и проклятии. Что ты имеешь в виду? Благословение – родиться с розовыми волосами. Это почти гарантированное замужество и должность при храме. Увы, чужая зависть сгубила нас с мамой. Возможно, потому что в то же время родилась розоволосая дочь у наложницы моего папы. Которая уже была послужницей при храме. И благословение стало вторым проклятием. Когда я выросла, меня уже не приняли как благословенную. Ведь я изгнанница. Остальное уже не имело значения. Подожди. А то проклятие, о котором ты говорила первым, что оно значит? Смерть. У Мари живут не больше 30 лет, после чего умирают. В самом рассвете сил. Видимо, так хотел Саланган. Мы не смеем роптать. Раз он наслал это проклятие, значит мы его заслужили. Но мы верим, что когда Саланган Хамки вернется, он снимет проклятие и наша жизнь станет длиннее. И сейчас, когда ты здесь, я уверена, что все именно так и будет. Хамки говорил что-то о некорректном жизненном цикле у Мари. Возможно, речь шла именно об этом. Макс, прости, что позволяю себе такое любопытство. Но что это за штука у тебя на поясе? Судя по направлению взгляда, вопрос касался пистолета. Я видела эту штуку в руках мертвого примата. Его смерть связана с этим предметом? Как всегда, имеем несколько вариантов ответов. Рассказать об оружии правду, сменить тему, наврать про оружие. Да, эта вещь называется пистолет. Она божественного происхождения и может принадлежать только мне. Если без моего желания его возьмет в руки кто-то другой, оружие сразу убьет его, как того примата. Поэтому, пожалуйста, не прикасайся к нему, иначе я могу не успеть спасти тебя. Брехать не мешки ворочать. Макс, ты напрасно брешь ей. Нет-нет, Макс, я ни в коем случае не притронуть к твоим вещам без разрешения. И тем более к твоему божественному оружию. Вот и отлично. Сменить тему. Пройдя еще немного, мы свернули в сторону от реки и углубились в лес. Рассказать об оружии правду. Да, эта ситуация называется обезьяна с гранатой. Я вынул пистолет из кобуры, но не стал снимать предохранителя. Этот пистолет стреляет металлическими шариками, пулями, на большое расстояние. Пока не уверен, но, скорее всего, пуля сможет пробить любую броню, которая есть на Зелире. А тот парень... примат. Он направил его себе в голову и выстрелил. Последствия ты видела. Макс, а ты можешь научить меня стрелять? Я хорошо владею своими клинками и неплохо стреляю из лука. Но сейчас его со мной нет. Сломался, когда я неудачно спрыгнула с дерева. Хотелось иметь больше возможностей защитить тебя. Лика, я не нуждаюсь в твоей защите. Кто знает, Макс. Хоть мы и пойдем по самому безопасному пути. Зелире очень недружелюбное место. Я переживаю за тебя. Так ты научишь меня стрелять? Интересный вопрос. С одной стороны, доверять ей пистолет вверх идиотизма, это слишком опасно игрушка в ее руках. С другой, этот мир и впрямь полон сюрпризов. Кто знает, что может стрястись. Пусть я не планирую терять пушку, но если случится очередная передряга, что вполне возможно, у меня лики пользоваться пистолетом может спасти нас обоих. Хм, опасный выбор. Взглянул на Лику, она шла рядом со сосредоточенным видом. Явно о чем-то глубоко задумавшись. Может быть, я и пожалею в этом решении, но... Нет, моим оружием могу пользоваться только я. Пройдя еще немного, мы свернули в сторону от реки и углубились в лес. Хорошо, я научу тебя стрелять. Здорово! Спасибо, Макс! Вот увидишь, я очень быстро учусь. Ее радость немного напрягла меня, но сейчас сдавать назад уже поздно. Поскольку в это время мы шли по краю лесной поляны, я счел, что лучшего места для небольшого занятия по пулевой стрельбе нам не найти. Скинув рюкзак, я вытащил из пистолета магазина и положив оружие на траву, провел небольшой ликбез, рассказав про принцип действия пороха, отдачу и способа ведения прицельной стрельбы. Затем уже наглядно показал процесс смены магазина и использование предохранителя. Хамки, к моему удивлению, смотрел на разнообразное... Хамки, к моему удивлению, смотрел на разобранное оружие и слушал мой рассказ с не меньшим интересом. Я уж был подумал, что впечатлил его, но... Макс, когда ты помрешь от старости, я твое оружие в нору заберу, как музейную ценность. Во время космической войны, произошедшей за миллиарды лет до моего рождения, на поверхность планеты рухнул сбитый вражеский крейсер. Среди прочей разрушенной инфраструктуры был Саланганский музей древнего оружия. Все экспонаты были уничтожены, но сейчас я вижу нечто похожее на то, что, судя по древним архивам, хранилось в том музее. И чего хорошего я ждал от него. Закончив с объяснениями, я внула из магазина большую часть патронов, оставив только четыре штуки. Смотри на меня внимательно и приготовься, при выстреле пистолет издает очень громкий хлопок. Я направил пистолет на похожее... на дуб дерева с толстым рельефным стволом, метров в пятнадцати от нас, и, прицелившись, выстрелил. Из ствола брызнули щепки, а Лика вздрогнула, на миг зажмурив глаза, но все же не дернувшись с места. Твоя очередь. Вручив пистолет перепуганной девушке, если она и в самом деле хочет научиться пользоваться моим оружием, то сможет пересилить себя. Противным случаям будет глупо разрешать ей даже прикасаться к нему. Лика приняла оружие, несколько раз медленно вздохнула, поудобнее перехватила рукоять, на миг замешкалась, словно вспоминаемое наставление. И вдруг она изменилась. Чуть дрожащие руки вдруг полностью расслабились. Испуганное выражение лица сменилось тем самым ледяным спокойствием. С тем спокойствием, с которым она покрошила толпу людоедов. Чуть прищурив глаза, Лика вскинула руки и прицелилась. Один за другим грянули три выстрела. Град Щебек осыпался на траву возле дуба. Даже с такого расстояния было видно, что все три пули легли примерно в одну точку. Вот дает. У нее настоящий талант. Развернувшись, Лика поратянула мне оружие рукояткой вперед. Макс, у меня получилось! Я все сделала правильно! Ты доволен мной, Макс? Доволен, это мягко сказано. Ты прирожденный стрелок! Теперь я смогу защитить тебя даже с помощью божественного пистолета. Это же так здорово! Не горячись. Я надеюсь, что не дойдет до ситуации, когда применять его придется тебе. Ладно, идем дальше. Пройдя еще немного, мы свернули в сторону от реки и углубились в лес. Он был не слишком густым, но развесистые кроны деревьев давали приятную тень. А в поросочившуюся невысокой травой. Но он был не слишком густым, но развесистые кроны деревьев давали приятную тень. Оборосшая невысокой травой земля больше напоминала роскошный ковер. Все вместе это превращало наш долгий поход в подобие легкой и приятной прогулки. За прошедшие несколько часов Лика рассказала мне о теократии Умари, правящей их народом верховной жрецей Ласса. И заодно поделилась давними планами Умари о мировом господстве. Собственно, ничего удивительного в таких замашках не было. Средний представитель Умари почти на порядок сильнее зерелица. И человека. Не этим и объяснялось то, как легко она подняла меня одной рукой в первые моменты нашего знакомства. Но грандиозные планы разбивались о две главных проблем их вида. Во-первых, крайне скудная продолжительность жизни, делающей невозможным быстрый гифмографический рост и, как следствие, получение необходимой для введения войны численности армии. Вторым фактором вынужденной миролюбивости Умари был половой дисбаланс, о котором обмолвился и Хамке. В среднем на одного новорожденного мальчика приходилось порядка 50 девочек. В результате проблема размножения стоит крайне остро, а серьезные боевые потери рискуют обернуться демографической катастрофой. Хамке все это время, сидевший у меня на плече, слушал Раскослики не менее внимательно и почти не встревал с требованием что-то уточнить. Так мы и жили все эти бесчисленные годы. Не покоренные зелирийцами и не способные нести волю Салангана за границей теократии. Быть может, именно из-за нашей нерешительности и нерасторопности Саланган Хамке и медлил с возвращением. Хамке, ты грыхнущая душа! Тебя тут ждали, а ты спал, как ни в чем не бывало! Макс, у меня язык отсохнет повторять это, но ты идиот, как и население этой дурацкой зелирии. Эээ, да я же пошутил, я хотел сказать... А я серьезно. Эти фанатики собрались убивать Макса. Они хотят убивать ради меня. Не для того, чтобы спасти меня или защитить от чего-то или кого-то. Просто ради меня. Убивать, Макс! Убивать на совсем без шанса на воскрешение. За мной стоит нора, и мне все равно страшно умирать. Я все равно боюсь боли. Убивать, если уж на чистоту. Потому что они сами этого хотят. Макс, в моей стереограмме было несколько слов о том, какой я хороший. Но не больше. Там не было никаких приказов. Там не было даже намеков на то, чего я от них хочу. Потому что мне на них было плевать, Макс! Я ничего от них не хочу! Но я знаю, чего я не хочу. Я не хочу, чтобы жители этой ныне дикой планеты, этого кровожадного мира, в который превратился некогда благословленный звездами Саланган, я не хочу, чтобы они убивали друг друга. Эммм... Но я не полезу во все это. Никакого явления Салангана не будет. Пусть живут, как хотят. Я был бы рад помочь разумным существам. Но вставать на чью-то сторону в драфе дикарей не стану. Но почему? Что тебя так сильно удивляет? Макс, это одна планета. Одна, мать ее, планета. Один мир. Они все его дети. Зелири, Салангана, неважно. Они тут живут. Они на одном уровне развития. И они воюют. Они до ненависти завидуют друг другу. Вспомни слова Лики. Я не могу этого понять. Мы продолжали брести по лесу. Я слушал причитания Хамки о Лика. Видимо, решила, что я перевариваю ее рассказ и планирую, как буду вместе с Саланганом вести народу Мари к мировому господству. По крайней мере, ее довольно мечтательное выражение лица наводило именно на эти мысли. Макс, я не мог представить, что увижу такое на своей родной планете. Копаясь в твоей голове, я узнал, что ты солдат, но воюешь себе подобными, а не пришельцами. Да, люди, это ваше человечество. Отборная коллекция клинических идиотов, но... Но вы иномирцы! Я просто принял как факт, что ты способен убивать себе подобных. В исследовательских экспедициях саланганцы находили подобные недоразвитые миры, где обитатели боролись друг с другом. Поэтому меня и не удивила информация из твоей памяти. Но устроить междоусобную войну здесь? Это выше моего понимания. Эээ, погоди, то есть когда ты говорил про упавший вражеский крейсер? Ну конечно, это было сбитое судно пришельцев. Их технический потенциал был близок к нашему. Это была жестокая война. Мы понесли большие потери. Даже планетарная система защиты не смогла надежно блокировать поверхность. Два небесных этажа были пробиты падением той громадины. Та война была не первой и не последней. Но никогда один саланганец не брал в лапы оружие, чтобы убить другого. Мы можем злиться друг на друга, драться до поломанных костей и выбитых зубов. Но убить себе подобного выше наших сил. За пределами нашей логики, вне нашего понимания. Все, хватит. Это не мои проблемы. Давай лучше сделаем привалы и поедим. Погоди, а как же нора? Почему вы не воскресили своих павших? Модуль автоматического воскрешения, присутствующий в моей норе, достаточно новая технология. Ей меньше 10 миллиардов лет. Ту пора у нас просто не было такого оборудования. Это первое. Второе. Нора не всесильна. Она воскресит меня, если я погибну от твоей пули или ножа. Она соберет меня даже испаренного ядерным взрывом. Но вскоре после алгоритма воскрешения был создан и метод абсолютного уничтожения. Технология ХАОС. Хаотический, асимметричный, абструктивный стимулятор. И если коротко, эта штука не просто разрушает структуру поражаемой цели, она полностью перестраивает ее, изменяя волновую структуру вещества на самом глубоком уровне и превращая ее в хаотическую пыль. Полностью бесполезные, не имеющие заряды микрочастицы, не способные на взаимодействие друг с другом. После поражения живого существа оружием типа ХАОС, воскрешение уже невозможно. С тех пор мы сами использовали в войнах только такое оружие. Но, увы, не одни мы им владели. Незваные гости с подобными технологиями еще не раз заставляли нас скорбить о погибших. Пусть число наших жертв от войны к войне не падало на порядки. Ого! Если первая часть его тирада еще оставляла у меня какие-то мысли, то продолжение вовсе сбило с толку. Сколько же лет их цивилизации и сколь далеки от них люди. Страшно даже вдумываться. А теперь давай уже есть. Попозже поедим, перед сном. Ну тебе же питаться нужно, мы и так обед пропустили. В боевом походе сытно пожрать хотя бы раз в день и то счастье. А у нас сегодня и завтрак был, и ужин никто не отменит. Так что не ворчи. Лика, признаюсь, я немного удивлен твоим рассказом. Зависть к цвету волос, подготовка к захвату планеты... Это немного не вяжется с тем, что ожидает от вас Хамки. Но что еще мы можем ради него сделать? Ну, тебя хотя бы могли не притеснять и не выгонять из города из чистой зависти. И убивать других обитателей Зелирии тоже не самый разумный поступок. Я не знатного рода. Я незаконная дочь. У меня нет отца. Но самое главное, я дочь изгнанницы. Я и впрямь второй сорт. Хотя с волосами мне повезло. У меня нет шанса выйти замуж. Мой удел – стать наложницей на одну ночь. Чтобы потом родить в своей пещере ребенка. Но если это будет мальчик, меня возьмут в жены. И мы с сыном поселимся в столице. Только шанс на это крайне мал. И такое положение дел тебя устраивает? Это не важно. Просто так есть. Я привыкла к такой жизни и знаю, что иначе не будет. Лишь воля самого Салангана может что-то изменить для таких, как я. Но, ладно, но почему ты вообще так мечтательно говоришь о войне и захвате Зелирии? Макс, это же очевидно. Зелирийцы не верят в Салангана. Они – дикари, недостойные жить под этим небом, который создал Саланган Хамки для всех нас. Его волей и именем мы уничтожим всех дикарей. Во имя и славу его. Охеренно придумали. А у меня вы, суки, разрешение спросили? Моё мнение, блять, тут вообще кого-то интересует? Хамки, уймись. Во-первых, ты вроде собирался не влезать в эти дрязги. А во-вторых, я понял, чего ты от них хочешь, и постараюсь как-то повлиять на ход событий. Если ты сам не решишь к происходящему ру... лапу приложить. Лапу я могу приложить только к лицу. Этот бред выше моего понимания. Пусть творят, что хотят. Прости, погорячился. И в-третьих, почему ты выражаешься известными мне ругательствами? Да потому что теперь в твой мозг встроен переводчик! Говорил же! Не важно, что я говорю и что имею в виду. Твоё сознание автоматически подбирает известные тебе аналоги, образы и термины. Если я выдаю какую-нибудь саланганскую поговорку или даже трёхэтажный мат, ты услышишь привычную тебе земную аналогию. Это же очевидно! Даже так? Так, ясно, больше ты меня бранью не удивишь, значит. Впрочем, теперь у меня есть вопрос к Лике. Лика, а что если бы выяснилось, что Хамке хочет от вас совсем иного? Мне трудно даже представить такое. Но его слово в любом случае закон. Мы сделаем то, что он велит нам. Что ж, по крайней мере у этой гремучей смеси из фанатизма, идиотизма и кровожадности есть и положительная сторона. Быть может, я даже смогу сделать для этих дикарей что-то полезное. Мы прошли ещё немного, пока не начало темнеть. Пора ужинать и ложиться спать. Лика, насколько безопасны эти места? Мы можем остановиться на ночлег прямо сейчас или стоит поискать место получше? Тут абсолютно безопасно. Это одна из троп, которыми я хожу, когда совершаю вылазки на территорию зелирийских королевств. Чтобы поймать нового раба. Отлично, бля! Небо и земля поменялись местами, а через мгновение я осознал, что нахожусь в нескольких метрах над землёй, подвешенный за ногу, сделанным из лиан арканом. Какого чёрта? Что за фокусы? Макс, я... это... Лика, осторожно, мы в ловушке! Я выхватил пистолет и взмахом руки перенёс свой центр тяжести. Быстро повернулся вокруг оси, бегло осмотрев кроны ближайших деревьев и редкие кусты на земле. Двух секунд хватало, чтобы понять, никакой опасности нет. Но на нас никто не нападает. Но лицо Лики наполненное диким ужасом. Она стоит в ступоре и, дрожа всем телом, не мигая, смотрит на меня, чуть слышно покусы, поскуливая. Но почему? Вытащив нож, я выгнулся и перерезал лиану, спрыгнул на землю, на всякий случай ещё раз внимательно оглядевшись вокруг. Макс! Я ничтожная, жалкая, глупая дура! Это... Это мой аркан! Следующие несколько минут Лика, валяясь на коленях у меня в ногах, хвыло что-то не через... не членораздельное. В этом вое, прости меня, недостойно и смешивалось с нетом, не прощение и лучше бы мне и вовсе не рождаться. При этом Лика обильно поливала всё вокруг слезами. Никакие увещевания не помогли, и от подобного отношения этой девушки к самой себе мне стало грустно. Наконец она немного пришла в себя, встала, и, вытерев слёзы, заговорила почти спокойным голосом. Устраивайся поудобнее. Я сбегаю к роднику неподалёку. Наберу воды. Я мигом. Поеев, мы легли отдыхать. Я упаковался в спальник, Лика забралась на стоящее рядом дерево, а Хамки с момента нашего разговора, выглядящий подозрительно, понура, наконец немного успокоился. Он лёгким движением отодвинул мой рюкзак от дерева, разместив ближе к центру поляны. Чёрт, а Хамки силён. Эта штука весит раз сто больше него. Убедившись, что расположил свой носист устойчиво, Хамки забрался на него, сложив лапки на пузике, задрав голову, застыл в этой позе. Похоже, любуюсь звёздами. Да, это меховой колобок, полон сюрпризов. Несколько минут и ворочался, пока, наконец, не понял, что быстро заснуть мне не удастся. Судя по шорохам, этажом выше не спала Элика. Да и периодически матерки и тихое ворчание, доносящиеся от Хамки, говорило о том, что этой ночью он всё же применит свою способность обходиться без сна. Что ж, есть возможность сделать выбор и поговорить с ними, либо попытаться уснуть. Давайте попробуем начать с Хамки. Хамки, а ты чё не спишь? Думаю. О чём? Об идиотах. М-м-м. Не о тебе в этот раз, о местах. Пытаюсь понять их, но не могу. Ну, как бы самонадеянно это ни звучало, но здесь есть я. И я могу помочь тебе выправить положение дел на планете. Нет, Макс, забудь. Повторю то, что уже говорил. Мне плевать на них. Я жил в другом мире, на другой планете, в другом обществе. Я не хочу лезть в этот кровавый пир, что здесь творится. Салангана больше нет. Есть делирия. И я, саланганец, здесь не более чем незваный и нежданный гость. Что бы там эти умари вслух не ораны. Я исследую этот мир, а потом либо отправлюсь догонять своих, либо снова лягу спать. Я не пошевелю и пальцем, чтобы что-то здесь улучшить. Не я строил этот мир, не мне его и менять. Скорее, зритель, уснувший в начале представления и проснувшийся в разгар действия. Ничего больше. Но... Брось, Макс. Я все сказал. Происходящее вокруг не мое дело. Давай сменим тему. Его явно задевают эти обстоятельства. Но не могу понять, чего он в итоге хочет сам. То ли начать всех спасать, то ли всех сжечь и начать строить мир с нуля. То ли в самом деле не желает связываться. Его манера речи, поведения, такой набор взаимоисключений и что гадать кажется нет смысла. А зато я могу выяснить один давно интересовавший из меня момент. Хамки, а как ты умудрился остаться голодным? Вот и повод напомнить тебе, что ты идиот. Я об этом рассказывал. А ты хомяк. Я имел в виду, как получилось, что столь технологичная штука, как твоя нора, способная даже воскрешать, не имеет генератора пищи. А, ну... Он пропустил мимо ушей хомяка и замялся. Кажется, сейчас кто-то начнет врать. Но эта система считалась вспомогательной, ведь я могу не есть. И когда она сломалась, автоматика не выделила ресурсы на ее восстановление. Но там много чего сломалось. Часы вот сбились. Угу. Чет, мне кажется, кто-то врет. Ладно. Формально меня оставили на планете как ученого-исследователя. По сути, я словно находился в длительной экспедиции. И нора должна была следить за моей двигательной активностью, рационом и многим другими параметрам. Согласно весьма строгим протоколам. Но она делала это слишком навязчиво. Вы слишком задержались в туалетной комнате. Будет проведена проверка системы пищеварения. Вы слишком много времени проводите в одной позе. Будет проведена искусственная стимуляция незадействованных мышц. Ваши потребности в диете имеют критический характер. Генератор питания переведен в режим оздоровления. Достало! Лишнее все подключаю нахер! Режим длительный сон активирован. Ваше пробуждение произойдет через 100 тысяч лет. До пробуждения 97 400 лет 272 дня 14 часов 21 минута. До пробуждения ошибка ошибка перезагрузка системы. До пробуждения 12 миллионов лет 97 400 27 до пробуждения 12 миллионов лет до пробуждения 12 миллионов 97 тысяч 400 лет 272 дня 11 часов 42 минуты. Приятного сна! Ну, тромчуя, что он либо о чем-то тактично умолчал, либо вовсе наврал. Теперь расскажи, как было на самом деле? Макс, я говорю правду, она сломалась. На самом деле? Ломалась, взяла и сломалась, я спать хочу. Хамки завалился на бок и усиленно захрапел. Решив не беспокоить его сверх меры, отвернулся и вновь попытался поудобнее устроиться в спальнике. Что ж, раз Хамки не готов вмешиваться, это могу сделать я. Кто знает, может у меня получится стать тем, кто сделает этот мир лучше для таких, как Лика. А что, хорошая идея, попробовать себя вроде Демиурга. Теперь у нас есть шанс поговорить с Ликой, либо просто попытаться уснуть. Давайте просто поговорим с Ликой. Лика, ты не спишь? Нет, не спится почему-то. Я не видел в темноте ее лица, но эмоции хорошо читались в голосе. Она явно была расстроена. Но почему? Лика, сегодняшний разговор явно расстроил тебя. В чем дело? Мне правда это интересно. Я хочу понять, что происходит в этом мире, узнать, как живешь ты и твои собратья. И то, что я услышал от тебя, огорчает и меня, и Хамки. Он ждал несколько другого. Но ведь теперь все будет лучше. В ее голосе слышалась мечтательная улыбка. Да, я приложу к этому все усилия. В смысле, помогу Хамке сделать вашу жизнь лучше. Так здорово. С дерева раздалось тихое мурчание. Вот уж точно кошка. Я всегда мечтала, чтобы мы с мамой могли вернуться в город. Гризела, что смогу выйти замуж и растить ребенка вместе с его отцом, которого буду любить всем сердцем. Я никогда и никому не говорила этого, Макс. Но ты глаз Салангана и мой хозяин. Тебе я готова открыть душу. После того, как ты пощадил меня, простил после попадания в Аркан, я уверена, ты не причинишь мне вреда без крайней нужды. Макс, у меня никогда еще не было такого чувства, как сегодня. Мне кажется, что рядом с тобой я словно под лапкой с Салангана хамки. Мне тепло и уютно. И совсем-совсем не страшно. Сейчас не страшно? Но разве обычно ты чего-то боишься? Да, всю жизнь. Я боялась за маму, когда она охотилась. Боялась за себя, когда была маленькой. Видя мои волосы, другие у Мари несколько раз пытались убить меня. Боялась, что не переживу голода, когда однажды мои рабы погибли от болезни. И неплодородная земля окраинтиократии оставила меня без урожая. Боялась, что умру, когда подхватила от раба какую-то болезнь. И выздоровела лишь чудом. Боялась оставаться в пещере после того, как забыла приковать рабов и меня чуть не зарезали во сне. Боялась, что меня убьют залерийцы. Каждую мою вылазку. Но без рабов я не смогла бы прожить. С благословением, ставшим проклятием. Я не могла получить на дел земли в плодородных районах теократии, а вести хозяйство на территории залерийцев означало подарить им урожай. Ее голос сменился с мечтательного, дрожащий. А в какой-то момент она и вовсе всклипнула. Моя жизнь! Вся моя жизнь это страх! Кровь, боль и страх! Я убивала залерийцев! Делала их рабами! Но каждый раз рисковала собой! И не могла тихо жить одна! Мне нечего было бы есть! В горах не водятся месюки! А на равнине, если какой изобретет, на него кучу таких же отшельниц набросится! зубы, но я верю, что все изменится! И пусть теперь я твоя вещь, и семьи мне не видать! Но уверена, другие у Мари, живущие вне столице, подобно мне, смогут обрести свое счастье! Я не знал, что ей сказать на это У меня пока нет четкого плана действий И прямо сейчас убеждать ее в чем-то было бы Глупо и неосмотрительно Завтра нам предстоит долгий путь Давай спать Спокойной ночи, Макс Спокойной ночи Ну что ж, давайте попытаемся уснуть Промаяшись еще какое-то время Я, наконец, уснул Ну что ж, а проснемся мы с вами уже, дорогие друзья В следующей серии А пока всем сладких снов